В Тверской области прошел финал грантового конкурса «Умник». На нем выбрали самых перспективных молодых ученых. В заключительном этапе состязания приняло участие 20 человек. На презентации проектов молодых инноваторов присутствовала Наталья Чекет. Финалисты конкурса собрались в центре «Мой бизнес» в Твери. Инноваторы представили проекты в IT-сфере здравоохранения, экологичной энергетики, химии и биотехнологии. Так магистр Тверского государственного технического университета София Емельянова представила проект по разработке совместной конверсии нефтяного сырья и компонентов биомассы. Суть моего проекта в том, чтобы решить сразу две экологические проблемы. Первая — это ограниченность ресурсов нефти, а вторая — переработка крупнотоннажных отходов, в частности, это гниносодержащие отходы. Суть в том, что мы хотим соединить биомассу и нефть и создать биотопливо, которое как раз-таки можно будет использовать уже вместо нашего обычной нефти. А вот аспирантка Тверского государственного технического университета Маргарита Манжаренко представила разработку технологий по производству жирных спиртов из возобновляемого сырья. Я получаю жирные спирты и использую их в различной промышленности. Это и фармацевтика, и косметика. Жирные спирты идут в качестве лубрикантов и загустителей. То есть мы все пользуемся духами, парфюмерией, стиральными порошками, моющими средствами, гелями для душа. То есть все продукты, которые используются в обиходе, мы их используем с помощью жирных спиртов. Работу финалистов оценивала экспертная жюри. В его состав вошли представители высших учебных заведений Тверской области, бизнеса, органов власти региона, а также представители фонда содействия и инновации. Один из главных критериев отбора – возможность коммерциализации проекта. Любая инновация – это то, без чего развитие общества быть не может. И не только общество. Не может быть развитие предприятий. Потому что именно инновации позволяют предприятиям снижать себестоимость продукции, развиваться, увеличиваться производительность продукции, ну и, конечно, отрываться от своих конкурентов. Конкурс «Умник» – старт для молодых людей, у которых есть интересные идеи для воплощения в реальность. В общей сложности на конкурс пришло 32 заявки, 20 из них прошли в финал. Сотрудники центра оказывают помощь участникам в сборе документов, необходимых для подачи заявки, формирования заявки. И сопровождаем весь процесс, связанный с предварительными этапами, полуфиналами данного конкурса. Как отметил губернатор Игорь Руденя, от людей науки зависит решение важнейших вопросов по обеспечению технологического суверенитета России, развития страны как научной и промышленной державы, способной создавать и производить все необходимое для государства и граждан. По итогам конкурса пять проектов будут предложены экспертам Фонда содействия инноваций для выделения гранта в размере 500 тысяч рублей.